Виктория Токарева. Аудиокнига «Гималайский медведь». Канал для души приветствует вас и желает вам приятного прослушивания. Субтитры создавал DimaTorzok не били никогда ни мужчины, ни женщины. Главным в жизни Никитин считал личную свободу и ни во что не вмешивался. Шлёпа и Никитин были друзьями, соседями и сослуживцами одновременно. Они жили в одном доме и работали на одном предприятии. Это было очень удобно. Не дробить души отдельно на соседей, отдельно на друзей и отдельно на сослуживцев. А всё сосредоточить на одном человеке. Для Шлёпы это было удобно, а для Никитина нет. Потому что когда били Шлёпу, он испытывал яростные противоречия. С одной стороны следовало вмешаться и сохранить принципы, а с другой стороны не вмешиваться и сохранить лицо от синяков, которые долго потом будут переходить из одного цвета в другой, менять оттенки от фиолетового до нежно-лимонного. И сегодня, возвращаясь с работы, Никитин снова испытал противоречия. В переулке стоял Шлёпа в обществе четырёх юных длинноволосых хулиганов. Лицо Шлёпы было одухотворённым, а лица хулиганов — бездуховными. Они, кажется, закончили устные прения и переходили к следующей части. Никитин хотел выскочить из переулка и пойти другой дорогой, но в этот момент его заметил Шлёпа и радостно замахал руками, как во время первомайской демонстрации. У Никитина не было выбора. Он подошёл к группе с тоскливым чувством под ложечкой, именуемым в простонародье трусостью. Трусость порождает неестественность, а неестественность — высокомерие. Никитин высокомерно оглядел хулиганов, задержался глазами на одном из них в свитере до колен и с обручальным кольцом. Это был женатый хулиган. — Можно тебя на минуточку? — потребовал Никитин. — Почему меня? — неуверенно запротестовал женатый хулиган. — Что здесь? Никого больше нет, что ли? — Отойдём! — приказал Никитин, ободрённый неуверенностью собеседника. Женатый хулиган пожал плечами и отделился от группы. Они отошли к железным решётчатым воротам. Это был въезд в родильный дом. — В чём дело? — строго спросил Никитин. — Он к нашей бабе приставал, — объяснил хулиган. Никитин огляделся по сторонам и увидел неподалёку бабу. Ей было лет пятнадцать или шестнадцать. Она стояла с папиросой, зажав её между пальцами как фигу. — Вы старые! — сказала баба, подвинувшись поближе, однако не слишком близко. — У вас одни принципы, а у нас другие. — А ты мой нос видишь? — спросил Никитин. — Ничего особенного. Длинный и асимметричный. — А представляешь, какая у меня будет рожа, если вы его сломаете? Девочка посмотрела на женатого хулигана. Хулиган задумался. Может, представил себе рожу Никитина со сломанным носом? — Ладно, — великодушно согласился хулиган, — забирай его и уходи. Под его он имел в виду и нос, и шлёпу. Никитин забрал шлёпу, и они ушли. — Ну вот! Ну что ты опять ввязался? — с раздражением спросил Никитин. Шлёпа каждый день преодолевал сопротивление среды и надоел Никитину до отвращения. Он с удовольствием бы плюнул и поменял себе приятеля. Но менять шлёпу — это значило менять и соседа, и сослуживца, в сущности, менять все свои привычки. — Ну что ты к ним пристал? — Они не умеют себя вести, — объяснил шлёпа. — Ну что ж, я мимо пройду. — А твое какое дело? — Ты это серьёзно говоришь? — удивился шлёпа. Никитин с удовольствием бы плюнул на шлёпу прямо сейчас, но плевать в общественном месте было неудобно, и он сказал. — Зря я тебя оттуда увёл. — Зря! — вдохновенно согласился шлёпа. — Я бы им показал! — Никитин возвращался домой в шесть часов вечера, а жена — в два часа ночи. — Мы репетировали, — говорила она и уходила в ванную смывать глаза. Жена была эстрадная актриса, жонглёр. Подкидывала на воздух пять колец и четыре мячика, а потом ловила их по очереди. Большого смысла в этой деятельности Никитин не видел, но... В жизнь и деятельность своей жены не вмешивался из уважения к личной свободе, к собственной личной свободе. Где она репетировала и с кем — Никитин не спрашивал. Потому что если бы заинтересовался, мог бы узнать нечто такое, что она скрывала. А если узнать то, что скрывала жена, пришлось бы совершать серию поступков. Объясняться, разводиться, искать другую жену, потом рассказывать ей всё про себя с самого начала. А под конец выяснится, что новая жена с талантами, их надо будет открывать или зарывать. А Никитину ничего не хотелось ни открывать, ни зарывать. Ему было 32 года, и он привык к своим привычкам. Сегодня Никитин лёг спать рано и уже смотрел какой-то интересный сон, когда вернулась жена. Она ничего не сказала, как обычно, даже не разделась, как была в пальто, в сапогах, с накрашенными глазами. Она пошла в комнату, села возле Никитина и заплакала. Потом опустилась на колени, положила своё солёное лицо на лицо Никитина. Эта привычка осталась у них с молодости. «Ну что?» — спросил он. «Я уронила мячик», — проговорила жена. Никитин понимал, что она плачет не из-за мячика, а по другой причине. «Ну могу я уронить мячик?» — плакала жена. «Имею право». «Не имеешь. Люди платят за то, чтобы ты ловила мячики. А если не умеешь, не выходи на сцену. Но у меня девять предметов, хоть сто». Жена перестала плакать. Пошла смывать глаза. Она долго ходила по квартире, тукая пятками, потом долго шуршала одеждой, снимая одно и надевая другое. Наконец легла в постель, обжигая Никитина холодными ногами. «Боря!» — позвала жена. «Чего тебе?» «Ты редкий, замечательный человек». Она была благодарна Никитину за то, что он не лез в ее жизнь и ни о чем не спрашивал. За то, что ей было куда вернуться и было кому поплакаться. Рабочий день начинался в девять часов, а в половине десятого в кабинет к Никитину пришел шлепа с очередным предложением. «Вот!» — гордо сказал он и положил на стол эскиз. «На эскизе была изображена комната с синими стенами и белыми углами». «Что это?» — не понял Никитин. «Цех, в котором будут делать мясорубки». «А почему белые углы?» «Чтобы в них не плевали и не бросали окурки. Это психологически невозможно плюнуть в белый угол. Я не прав?» Никитин подумал, что шлепа прав. «Плевать в темный угол психологически легче». «Где ты работаешь?» — в свою очередь спросил Никитин. «В бюро технической эстетики», — не задумываясь ответил шлепа. «Они с Никитиным действительно работали в бюро технической эстетики, которое получало заказы от предприятий и выполняло их в срок». «Какую форму мы должны сейчас разрабатывать?» — снова спросил Никитин. «Мясорубку», — не задумываясь ответил шлепа. «Бюро действительно получило заказ на разработку формы мясорубки. Срок давно прошел, а формы не было. Директор завода упрекал заведующего бюро. Заведующий бюро кричал на Никитина. Никитин материл шлепянова, то есть шлепу. Шлепянов, в свою очередь, никого не упрекал. В его обязанности входило творчески мыслить. Поразмыслив творчески, шлепа решил, что мясорубка, помимо своей основной задачи — молоть мясо, должна нести дополнительную смысловую нагрузку. И предложил одухотворенный вариант мясорубки. Корпус он предложил решить в виде самолета. Впереди устанавливался пропеллер. Домохозяйка возле такой мясорубки должна была ощутить себя пилотом, который отправляется в полет. А одухотворенный вариант не прошел, потому что на пропеллер накручивалось мясо. Шлепа предложил следующий, иронический вариант. Корпус в виде коровы, а ручка в виде хвоста. Перемалывая мясо, домохозяйка будет думать, что она накручивает корове хвост, и это отвлечет ее от прозы кухни. Ироническая мясорубка тоже не прошла. Заведующий бюро Саруханян считал, что у мясорубки не должно быть дополнительных сверхзадач, кроме ее основной задачи – перемалывать мясо. Мясорубка должна быть красивой и удобной, а самолет и корова – элементы промышленности и сельского хозяйства. Здесь абсолютно ни при чем. И домохозяйка-пилот тоже ни при чем. Шлепа возражал Саруханяну, что мясорубка – это именно сочетание промышленности с сельским хозяйством, выраженной в лаконичной форме. А что касается домохозяйки, то она тоже человек. А человек – это главный предмет исследования в искусстве. Тогда Саруханян рассказал Шлепе анекдот про Христа и про апостолов, которые шли по воде. Саруханян, как Христос, советовал своему апостолу Шлепянову не выпендриваться, а идти по камешкам, как все. Шлепа обещал подумать и на другой день приносил Никитину очередной вариант мясорубки. Сегодня он принес цех с белыми углами. «А какое это имеет отношение к мясорубке?» – спросил Никитин. «Самое прямое. Если люди будут делать мясорубку в помещении с чистыми углами, они совершенно иначе ее сделают. Я не прав». Никитин подумал, что Шлепа прав, потому что он сам, например, не мог сосредоточиться, если в кабинете было не убрано. Но поддержать Шлепу – значит, выслушать от Саруханяна анекдот про апостолов, а Никитин терпеть не мог старых анекдотов. И вообще он не любил ходить по начальству, стеснялся своего длинного асимметричного носа и когда разговаривал, глядел в пол. Саруханян тоже не смотрел на Никитина. Он ничего не стеснялся, просто ему было неинтересно. Если бы Никитин и Саруханян встретились в нерабочее время где-нибудь на Бородинской панораме или в Музее восточных культур, они просто не узнали бы один другого, потому что никогда толком не видели друг друга в лицо. «Я не прав?» – переспросил Шлепа. Никитин снова промолчал, испытывая противоречие, как в переулке. «Сказать Шлепе нет?» Тот на него обидится. И тогда настанет такая тоска, что жить неохота. А если Саруханян скажет «нет», Шлепа обидится на Саруханяна, а тот даже не заметит, потому что его друзья и соседи работают в разных местах. Шлепа не имеет к ним никакого отношения. «Иди к нему сам со своими углами», – решил Никитин. «А ты?» – наивно спросил Шлепа, не подозревая о противоречиях. «Это же твои углы, а не мои». Шлепа взял эскиз и пошел к Саруханяну, а Никитин принялся тщательно прибирать свой стол. Он не мог работать, если на столе был беспорядок. Никитин успел только сложить в стакан карандаши, когда вернулся Шлепа. «Ну», – поинтересовался Никитин, составляя карандаши острием вверх. «Выгнал», – коротко сказал Шлепа. «Из кабинета или вообще?» «Из кабинета и вообще». Никитин молчал. Он ожидал, что это когда-нибудь произойдет, но не ожидал, что это случится сегодня. «Слушай», – растерянно проговорил Никитин, «а ты не можешь по камешкам, как все?» Шлепа подумал, глядя перед собой, потом покачал головой. «Нет», – сказал он, – «не могу». В воскресенье Никитин взял дочь, Наташу, которая жила у тещи, и поехал с ней в зоопарк. Они каждое воскресенье проводили вместе и рассказывали друг другу о прожитой неделе. Никитин сообщал о своих делах, а Наташа – о своих, и когда она говорила или задавала вопросы, то забегала вперед и смотрела на Никитина снизу вверх его собственными глазами. У них были совершенно одинаковые глаза, зеленые, как крыжовины в светлых ресницах. «Что это у тебя?» – спросил Никитин, дотрагиваясь пальцами до ее щеки. Возле уха на щеке была бледная сыпь. «Диатез!» – объяснила Наташа. «Меня бабушка яйцами перекармливает. А ты не ешь. Из яйца целый цыпленок получается с клювом и перьями. Значит, в нем много витаминов. А витамины необходимы растущему организму». Никитин слушал Наташу и думал о том, что, видимо, постарел. А вот весна, вот солнце, вот дикие звери. Все это должно восприниматься как чудо. А он воспринимал иначе. Ну, весна, ну, солнце, ну, дикие звери, ну и что? «Как это?» – спросила Наташа, глядя на Никитина снизу вверх. «Гималайский медведь!» «А откуда ты знаешь, что он гималайский?» «Написано!» «А ты мог бы его погладить?» «Зачем?» «Просто так?» Никитин подумал. «А мог бы он действительно просто так войти в клетку и погладить гималайского медведя?» «С одной стороны, это поступок совершенно бессмысленный, а с другой стороны, в нем вызов человеческим привычкам. Никитин мог бы вернуться домой и сказать жене, «Ты там с каким-то ничтожеством репетируешь, а я действительно настоящий мужик, гималайского медведя погладил. Мог бы пройти мимо хулиганов, не высокомерно, как раньше, а спокойно, пройти и все!» Трус! крикнет вдогонку шлепа. «Можешь думать, что хочешь!» ответит Никитин. И ему действительно будет безразлично, что подумают о нем друзья, соседи, сослуживцы, потому что сам Никитин будет знать себе истинную цену. Медведь лежал черный, огромный, безразличный, положив, как собака, морду на лапы и, по всей вероятности, скучал. Никитин подумал, что здесь, в клетке, медведь утратил всю свою медвежью индивидуальность, и все ему было безразлично, даже собственной привычки. «Можешь?» допытывалась Наташа. «Сейчас», — сказал Никитин, «подожди меня здесь, я быстро поглажу и вернусь». клетка оказалась не запертой, а просто задвинутой на тяжелую железную щеколду. Когда Никитин отодвинул щеколду и вошел, медведь не обернулся и, казалось, не обратил на это никакого внимания. Шерсть у медведя была черная, слипшаяся, возле брюха висела сосульками. Никитин с отвращением дотронулся до высокой медвежьей холки и заторопился обратно. Медведь быстро поднялся с пола, обошел Никитина и лег возле двери. Никитин, в свою очередь, хотел обойти медведя, но тот поднял морду и посмотрел на него мелкими замороженными глазками. Но медведь не утратил свою медвежью индивидуальность. Никитин понял это, во рту у него сделалось сухо, а пульс застучал в висках с такой силой, что, казалось, будто уродовал лицо. — Наташа! — позвал Никитин. Дочь радостная подбежала к клетке. — Пойди, позови кого-нибудь, я не могу выйти. — Тебе уже надоело? — разочарованно спросила Наташа. — Позови... Наташа побежала куда-то, а через несколько минут вернулась и привела сторожа зоопарка в ватнике и в кепке. — Никитин! — представился Никитин и протянул сквозь прутья руку с вытянутыми пальцами. — Пьяный, что ли? — брезгливо поинтересовался сторож. — Нет. — Поспорил. — Нет, не спорил. — А зачем в лес? — Да просто так. — А вот и сиди теперь. Гималайская медведь никого не выпускает. — Почему? — А у него такая манера. — Сторож имел дело с хищниками и знал манеру каждого. Не верить ему не имело никакого смысла. — А что же теперь делать? — упавшим голосом спросил Никитин. — Убить. — Кого? — испугался Никитин. — Да это уж я не знаю. Медведь уникальный, а таких, как ты, полный зоопарк. Сторож не учитывал ни конкретного состояния Никитина, ни его принципов относительно свободы личности. — Позовите кого-нибудь из начальства, — попросил Никитин. — Зачем? Сторож не любил ходить по начальству. Может быть, стеснялся своего ватника и кепки? — Посоветоваться, — сказал Никитин. — А что начальство? Оно вместо тебя в клетку не полезет. Ты теперь с медведем советуйся. Нам его заграничное государство подарило. Убить медведя — значит, идти на конфликт. Из-за тебя никто на конфликт не пойдет. Сторож повернулся и зашагал от клетки. В его обязанности входило кормить зверей, следить, чтобы люди не совали в клетки острые предметы. А решать конфликты на уровне внешней политики в его обязанности не входило. Это было не его дело, а сторож ни в свои дела не вмешивался. Перед клеткой тем временем собрался народ. Медведь привык, что на него смотрят, привык быть на виду и не обращал на это никакого внимания. А Никитин нервничал и удивлялся человеческой бестактности, хотя с позиции свободы личности все было правильно. Хочешь остановиться — можешь остановиться. Хочешь посмотреть — можешь посмотреть. В центре толпы стояла Наташа и давала интервью. Она объясняла, что медведь Гималайской, а человек — ее папа. Папа у нее художник, мама — жонглер, а сама она живет у бабушки и учится в третьем классе. «Наташа!» — окликнул Никитин. «Иди домой!» «А можно я еще здесь побуду?» Она, как и мать, любила успех и внимание к себе зрителей. «Хватит!» — запретил Никитин. «Иди домой!» «А куда? К маме или к бабушке?» Никитин подумал, что жены дома нет, и сказал, «Иди к бабушке!» Вечером пришел сторож и просунул медведю плоской ящик с сырым обветренным мясом. Потом достал из кармана табличку и повесил ее на клетку. «Что это?» — спросил Никитин. «Твои данные!» «Зачем?» — смутился Никитин. «Завтра посетитель повалит, интересоваться начнет. А вы что написали?» «А тебе не все равно!» Никитину было далеко не безразлично, что о нем пишут, но он не решался пререкаться со сторожем. «Трудно работать с хищниками!» — заискивающе спросил Никитин, чтобы задержать сторожа вопросом. Он боялся оставаться один. «Если обращаться по-человечески, то нетрудно!» «А если не по-человечески?» Никитин уточнял своей перспективой. «Сожрет!» «А меня медведь не сожрет?» «Я не должен!» «Он сытый!» Сторож ушел. Никитин и гималайский медведь остались вдвоем. Медведь лежал по-прежнему, уложив морду на лапы и, казалось, не замечал Никитина. На дощатом полу темнели клочки сена, валялся круглый бублик. Никитин хотел есть, но боялся пошевелиться. Он сидел в углу, страдая от холода и от неопределенности своего положения. С одной стороны, медведь действительно уникальный, а таких, как Никитин, действительно полный зоопарк. Медведь имеет познавательное значение и укрепляет дружбу между народами, а Никитин никакого значения не имеет. Он руководит шлепой, а это занятие бесполезное, потому что шлепа неуправляем. Что касается жены, то жена его отсутствия не заметит. Так что получалось, заменить Никитина легко, а заменить медведя сложно. Никитин незаметно заснул и продолжал мерзнуть во сне. А потом ему вдруг стало тепло и даже душно. Проснувшись, он увидел, что лежит посреди клетки, прижавшись к гималайскому медведю. Должно быть, перебрался к нему ночью от страха и холода. Первым посетителем зоопарка была жена Никитина. Она явилась задолго до открытия, перелезла через ограду и теперь бегала от одной клетки к другой, разыскивала мужа. Никитин увидел ее раньше, чем она, его и отметил, что незамужний образ жизни и наложил на нее свой отпечаток. Жена имела совершенно незамужний, девический вид. Она подбежала к клетке и придвинула лицо к прутьям. Глаза у нее были яркие, а губы бледные, она их не красила. Губы были бледные, большие и нежные. Никитин с удивлением смотрел на лицо жены и находил в нем черты дочери. — Господи! — оторопела, проговорила жена, оглядывая клетку. — Никаких удобств! — Смотря что принимать за удобства неопределенно сказал Никитин. — Идем домой! — Что бы ни было, ты должен ночевать дома. — А тебе? Не все равно, где я буду ночевать. — По-моему, для тебя это самый удобный вариант. — Хочешь, я рожу второго ребенка, заберу Наташу от матери и пойду работать в ясли. Я буду зарабатывать на хлеб, присматривать за детьми, и мы начнем новую жизнь. Жена заплакала, прикусив губу, неотрывно глядя на Никитина. — Я не знала, что ты переживаешь. Я думала, тебе все равно. А раз ты протестуешь, значит, ты меня любишь, значит, все можно поправить. Ну, почему ты молчишь? А что я должен говорить? У меня ведь нет репетиции, я не жонглер. Ты должен меня понять. Мне хотелось внимания, поклонения. Жизнь уходит. У тебя достаточно внимания. Каждый вечер зрительный зал. А мне не нужен зал. Мне нужен один человек, который мог бы умереть за меня. Я не думала, что ты можешь умереть за меня. А больше мне ничего не надо. Я все брошу, и мы начнем новую жизнь. Тебя в ясли не возьмут. — Почему? — растерялась жена. — Потому что ты окончила цирковое училище, а не дошкольно-педагогическое. Тебя другая специальность. — Что это за специальность? — пренебрежительно сказала жена. — Подкидывать мячики в воздух, а потом ловить обратно? Какой смысл? — Редкий вид работы. А какой в нем смысл? Никитин с удивлением отметил, что у жены свои сомнения. — Ну а какой смысл в альпинизме? Люди сначала лезут на гору, а потом спускаются обратно. — Тоже никакого смысла, сказала жена. — Искусственная цель и искусственные трудности. Мне уже надоело все искусственное. Я устала. Я не хочу больше жонглировать. Я хочу жить. Жена снова заплакала. Гималайский медведь приподнял морду и внимательно посмотрел на Никитина, на жену, потом снова на Никитина. Никитин отчего-то смутился и сказал жене. — Ну ладно, ты иди. — Я первая пойду, — согласилась жена. — Я куплю проигрыватель с пластинками, и у нас будет полный дом музыки. Она пошла от клетки. Сначала медленно, потом побежала. Жена бежала, сунув руки в карманы, перебирая длинными, тонковатыми ногами в белых чулках и походила на свою выросшую дочь. Никитин смотрел ей вслед и думал о том, что ничего не знает о жене. И это представилось как спасение, ибо чего не знаешь, того нет. А раз ничего нет, то, может, действительно можно все поправить, и для этого не надо совершать никаких поступков. Просто объединять свои привычки с привычками жены. День выдался неспокойный. Приходили родные, близкие, не очень близкие, и вовсе не знакомые. Явились даже несколько человек, с которыми Никитин вместе отдыхал в пионерском лагере в Ватутинках. Не то в первую, не то во вторую смену. Бывшие пионеры рассказывали Никитину, как они вместе потихоньку рвали клубнику. И из рассказа получалось, что Никитин еще в те времена был смелый и необыкновенный человек. Он слушал и думал. Для того, чтобы обратить на себя внимание, ему надо было либо умереть, либо забраться в клетку с гималайским медведем. Никитин сначала выходил к людям, принимал их внимание скромно, но с достоинством. Потом ему надоело их внимание, собственное достоинство. От внимания устаешь так же, как и от невнимания. Никитин забился за медведя, прислонился к медвежьему боку, и, чтобы скоротать время, стал решать в уме форму мясорубки. Поразительно, как переменилась жизнь за последнее время? Переменилось все, кроме мясорубки. Она осталась такой же, как была. Громоздкая, неудобная, с массой деталей. Динозавр, а не мясорубка. Никитин сидел, вытянув ноги, прикрыв глаза, ему представлялся дом полной музыки с необычной мясорубкой на кухне, электрической, пластмассовой, голубой в красный горошек. В обеденный перерыв в зоопарк приехал Саруханян. Он пробился к самой клетке, но Никитина не увидел. «Борис Николаевич!» громко окликнул Саруханян. Никитин выглянул из-за медвежьего хребта и, узнав своего начальника, подошел к прутьям. Они стояли по обе стороны решетки и с интересом разглядывали друг друга. Саруханян заметил, что глаза у Никитина зеленые в светлых ресницах, а нос длинный и асимметричный. А Никитин обратил внимание на то, что Саруханян сутулый, с большой квадратной головой, чем-то неумолвимо напоминает гималайского медведя. «Пожалуйста», сказал Саруханян, «я могу восстановить Шлепянова, если для вас это так принципиально, но ведь вы могли прийти ко мне в кабинет и сказать об этом. Ну зачем же лезть в клетку?» Никитин промолчал. «Я не спорю», продолжал Саруханян, «Шлепянов способный художник, интересно мыслит, но то, что он предлагает, невозможно применить. У нас прикладное искусство, а не искусство вообще». Никитин снова помолчал. «Вы не согласны? забеспокоился Саруханян. Нет, сказал Никитин, я не согласен. Всякое искусство должно нести в себе элемент иррационального развития. Вот тогда это искусство. Но у нас маленькие штаты большой план. Шлепянов занимается иррациональным развитием, а другие должны выполнять его работу. Во все времена кто-то сеял хлеб, а кто-то смотрел в небо. И те, кто сеял хлеб, кормили того, кто смотрел в небо. Надо мыслить шире, чем штат и план». Саруханян задумался, глядя за плечо Никитина. Может быть, в этот момент он пытался мыслить шире. Потом вдруг очнулся и увидел медведя. «Фу, какой противный!» Негромко, искренне поделился Саруханян. «Почему противный?» заступился Никитин. «Обыкновенный гималайский медведь». Подошел сторож и отогнал Саруханяна от клетки. «Близко подходить не разрешается», строго предупредил он. Потом повернулся к Никитину и приказал «А ты тут своих порядков не заводи!» Саруханян испугался сторожей и ушел, оставив Никитину передачу «Армянский коньяк и кулек конфет по мир». Конфеты Никитин отдал медведю, а коньяк оставил себе. Он выпил половину бутылки, положил голову на колени и закрыл глаза. А когда открыл их, стояла ночь. Стояла ночь. Звери спали и бредили во сне. Где-то далеко плакал маленький лисенок. В небе висел крепкий молодой месяц. Сосны возле площадки молодняка стояли черные, тяжелые и казалось, будто написаны маслом. Никитин смотрел перед собой и удивлялся. Как это красиво! Ночь! Обычно он спал в это время суток и ничего не видел. Надо было оказаться в клетке с гималайским медведем, чтобы понять ночь. увидеть Саруханяна, посмотреть, как бегает жена, вспомнить, как воровал в детстве клубнику. Тогда в тот день шел теплый, яростный дождь, и лужи вскипали пузырями. Он бежал по лужам и так устал, что нечем было дышать. Звеньевой Семка сказал, что не надо обращать на это внимание, скоро дыхание, оно действительно пришло. Пришло, потому что нельзя было остановиться, надо было бежать дальше. За спиной подергали дверцу. Никитин обернулся и увидел двоих людей. Одного побольше, другого поменьше. Никитин подошел к дверце и узнал шлепу с подружкой женатого хулигана. В темноте просматривался ее нежный профиль. Здравствуйте, вежливо поздоровалась она, узнав Никитина. «Извините, я вас не приглашаю», сказал Никитин. «Ничего», разрешила девочка. «Мы пришли тебя сменить», сказал шлепа. «Не надо. Почему? Таких, как ты, больше нет, а таких, как я, полный зоопарк». Девочка с восхищением посмотрела на шлепу. Она тоже предчувствовала, что таких больше нет, и Никитин подтвердил ее предчувствие. «Зачем ты сюда залез?» спросил шлепа. «Так», сказал Никитин. «Но какая-то сверхзадача у тебя была?» «Была. Погладить гималайского медведя. И все!» «Все!» «Эгоизм», сказал шлепа. «Почему?» не понял Никитин. «Ты залез в клетку вместо того, чтобы выполнять свои обязанности». «О каких обязанностях ты говоришь?» «О каждого человека перед другими людьми». «Но почему эгоизм?» «Я залез в клетку. Ну кому от этого плохо?» «А кому от этого хорошо?» «Это никому не надо, ни тебе, ни другим». «Медведю», сказал Никитин, «ему со мной веселее». «А перед медведем у тебя нет обязательств. Его интересы можно не учитывать». Медведь приподнял морду и глухо заворчал. «Ой!» сказала девочка. «Вы идите», предложил Никитин. «Мы тут тебя рядом покараулем», пообещал шлепа. Они отошли к площадке молодняка, сели на качалку и стали качаться. «А я музыкальную мясорубку придумал», крикнул шлепа. «По принципу шарманки можно будет крутить ручку и слушать музыку». Шлепа учитывал интересы домохозяйки и совершенно не учитывал интересов соруханяна. Никитин вернулся на место, в угол, и стал думать о своих обязанностях перед другими людьми. У каждого человека есть несколько кругов обязанностей, малых и больших, главных и второстепенных. Жена у Никитина в слезах, дочь в диатезе, значит, он не выполняет своих прямых и конкретных обязанностей перед самыми близкими людьми. Другие незнакомые люди пользуются мясорубками динозаврами, значит, Никитин не выполняет обязанностей и перед более широким кругом людей. А еще существуют обязательства, которые человек принимает с рождения, потому что он родился человеком, а не медведем, например. Конечно, гималайский медведь имеет познавательное значение, но эту роль может выполнить любой другой гималайский медведь. не этот так следующий. А обязанности Никитина может выполнить только он один. Так что получается заменить медведя легко, а заменить Никитина невозможно. Медведь тихо позвал Никитин. Отпусти меня. Он подошел к гималайскому медведю, присел возле него на корточке и стал гладить его по холке, по длинной черной морте. Медведь медленно мигал, голова у него была большая и теплая. Никитин гладил медведя, делал то, зачем пришел в клетку. Он пришел, чтобы взорвать свои и человеческие привычки, но сейчас уже не помнил об этой своей изначальной цели. Они прожили в одной клетке сутки с небольшим. Это было сложное для Никитина время, и прожили они его честно. Медведь оберегал Никитина ночью от холода, днем от человеческого внимания, а Никитин угощал медведя конфетами и не разрешал о нем пренебрежительно отзываться. Я понимаю, тебе скучно будет, тихо говорил Никитин, преодолевая пальцами жесткую дремучую шерсть, но я завтра к тебе обязательно приду. Медведь перекатил морду на ухо, отвернулся от Никитина. А в воскресенье мы вместе придем, вот посмотришь. Никитин подошел к двери и, просунув руку сквозь прутья, отодвинул щеколду. Он вышел и задвинул щеколду обратно, чтобы не волновать сторожа, который спал где-то, подчиняясь своим привычкам, а не обязанностям. Шлепа и девочка медленно качались, безвольно свесив руки. Осыпанные лунным светом, они были черные и четкие, как на эстампе. Влюбленность это потеря реальности. Шлепа и девочка смотрели куда-то вечность, слушая новое свое состояние. Никитина они не увидели, потому что он был в реальности, а они нет. Никитин постоял возле них и медленно пошел к выходу. Потом, спохватившись, вернулся обратно к клетке, снял табличку со своими данными. Интересно было почитать на досуге, что написал о нем сторож зоопарка. и снял снял и снял и